Одни считают его большим, другие громадным, но без сомнения талантом, потому что словам, которые складываются в голове этого человека, многие верят. А слышат их, кажется, даже очень далеко, если не сказать высоко. Дмитрий Быков по приезду в Самару неожиданно вспоминает, он и сам здесь был когда-то на высоте, вовсе не писательского таланта. Я люблю ваш город, меня с ним много связано, приятных, молодых, не очень приличных воспоминаний. Дмитрий Быков персонаж, многогранный писатель, поэт, журналист. Кроме того, он автор нашумевшего проекта «Гражданин поэт», где стихи Быкова на злобу дня читает Михаил Ефремов. Их творческий тандем существует меньше года, но уже завоевал огромную популярность. О том, для чего создавался проект, самарцы узнали из первых уст. Я бы хотел, чтобы он дал два ощущения. Во-первых, все не страшно, постаре и весело. И во-вторых, ни мы первые, ни мы последние. Мы живем в контексте великой культуры, которая все это уже, значит, попробовала. Мы не должны ее отвергать. Напротив, мы должны ее вдумчиво изучать и любить. А еще гость рассказал о своих знакомствах с другими писателями. Оказалось, они опознают друг друга не хуже рыбаков. Я дружу-то со страшным количеством писателей. Все писатели дружат. Это графоманы не дружат. А писатели все, как увидят друг друга, так скажут. Ой, господи, счастье. Мы любим всех друг друга. В основном с фантастами. С Лукьяненко, с Лозовчуком, с Успенским, с Лукиным. Но крепче всего с Веллером. Веллер учил меня стрелять. У себя в Таллине. У него там дома тир шикарный. Сам у него соорудил. И вот я у него стрелял там. И, значит, все время мимо, но очень кучно. И он взял эту мишень, поддержал, скотичь. В Самаре Быков бил словом. Получалось и точно, и кучно. Публике подстраиваться не приходилось. Меткая ирония всегда находила цель. Как мне показалось, он ровно такой же, как в тексте. Диалог, манера разговаривать, стилистика, доброжелательные ответы на вопросы, пронизанные иронией и сарказмом. Все очень интересно было услышать. Спасибо вам большое.